здравствуйте сегодня готовим фондю для приготовления фондю я взял белое австрийское вино кирш такой вишневый алкогольный напиток сыр грюер сыр и менталь лимоны сыр костромской сыр пармезан чеснок острый перец красный немножко значит сливочное масло крахмал черный дробленый перец и мускатный орех тертый мускатный орех значит багет я вчера еще порезал на вот такие маленькие кусочки вот их такие видно и подсушил и фондюшница значит небольшая я не буду приготовить прямо в ней я буду готовить в ковше на плите а потом сюда будем сливать и подогревать для подачи все начинная кот нас здесь контролирует весь процесс обязательно сыр грюер как базовый будем перемешивать с тремя оставшимися сырами с другими как бы бы эту второстепенную роль играть но тоже очень важный значит грюер еще раз повторяю с менталем грюер с пармезаном и грюер с костромским сыром настоящим костромским сыром не не из растительных жиров там из пальмового масла не надо не настоящий костромской сыр произведенный в костромской области начнем с эмменталь где-то 200 грамм сыра и менталь и 200 грамм сыра грюер все менталь получился смотри вот я противник того чтобы делали фондю там на пиве на соки не понятно на чем это национальное блюдо поэтому национальное блюдо оно должно воспроизводиться как можно ближе к к тому рецепту который есть это все-таки ну как бы интеллектуальная собственность история государства по составу видите элементаль он традиционный фондю входит костромской сыр тоже входит по по вкусовым качествам и по качественный костромской сыр по составу по температуре плавления по поведению вообще он очень схож с этим пармезан тоже разрешен к использованию в фондю для меня самое неприятное вообще этой истории это натирать на терке не люблю эту терку всегда лучше нарезать так не на решишь поэтому приходится уже пользоваться теркой так пармезан готов и натираем костромской сыр тоже тут грамм где-то 300 замечательно я знаю владельцы этой сыроварни поэтому ответственно заявляю что сыр хороший и беру своих вот сам беру его сыр и у нас много сыроварен костромской сыр делают и все почти без исключения практически мне нравится костромской сыр ну и грюер продолжаем натирать удовольствие не дешевое сразу скажу грюер стоит достаточно дорого но знаете чтобы почувствовать вкус настоящего фондю приходится идти на траты ну вот я весь грюер сложил в такую кастрюльку отсюда мы будем добавлять и перемешивать это все с тремя другими сырами значит сейчас я возьму да и по выжимаю лимонный сок вот как здорово у нас лимонного сока достаточно значит 250 грамм австрийского вина вот такую стопочку кирша нарезаем чеснок активируем чеснок сюда складываем все столовую ложку масла вот такой вот на три части разделим его так вот ставлю на медленный такой огонь но чтобы он покрывал как можно большую площадь вот я на маленьком огне но таком широком на самой широкой конфорке но на мелком огне выложил чеснок и сливочное масло и как только чеснок еще не подгорает а просто уже отдал сливочное масло все свои запахи я выливаю туда 250 грамм видите белого вина австрийского все затихло и начинает выпариваться вино нам не надо туда прогревать его надо чтобы просто оно тепленькое стало можно чуть-чуть разогнать огонь сок лимона туда выливая где-то грамм 50-70 70 все она прогревается в это время беру такую стопочку кирша выливаю в ковшик и выкладываю буквально такую столовую ложку крахмала он белый обычно он был обычно белый кирш но кирш сейчас куда-то пропал бегать целую бутылку кирша я взял настойку вишневую нам важен этот вишневый запах и 200 грамм грюера раз сюда потихонечку начинаю закладывать пока еще не кипит пока еще только теплое начинаю просто вот так вот слишком большой огонь делать не надо вот посмотрите какой огонь делаем вот видите не спешит не спеша это такое семейное блюдо не надо никуда спешить разгоняться куда-то зачем ни к чему ну и теперь пришло время закладывать эмменталь правила говорят о том что надо помешивать восьмеркой крахмал все запах есть давайте ложка крахмала и стопочка кирша что мы видим ну он практически растворился будет белый вообще не будет видно а тут все уже он он разошелся совсем чуть-чуть добавляю перца дробленый черный перец и мускатный орех прямо рукой я беру так раз добавляю немного все уже подкипает хорошо запахи ловим вот берите такую широкую чтобы площадь была соответствующая и чтобы можно было так с размахом мешать перемешивать вот эти штуки я убираю в сторону вот эти убираю не перестаю помешивать здесь вот не перестаю помешивать чесноком протираю мало того что он со сливочным маслом был чесноком вот как губка вот все и сюда ставлю на самую мелкую горелку вот на такую раз и будем пробовать с нее сейчас вот протираем все сейчас побольше прожгу у нас ничего не подгорает у нас все происходит ровно кипеть он может сколько угодно потому что можно сидеть ставим мы горелку и значит только медленно уже когда начинает закипать такое активно мы берем и делаем вот на этой комфорке самый медленный огонь вот просто самый-самый медленный но перемешивать не забываем перемешивать не забываем и восьмеркой и девяткой и всякими разными другими способами первый фондю первое фондю готов сейчас мы будем уже накладывать все шипит он должен так и кипеть то есть на маленький огонь ставишься он прямо на столе должен так вот булькать как вот такая вулкан вот это вот это все скребается еще сюда это моем и сейчас будем следующее фондю заряжать сырный фондю из сыра Грюер и сыра Эмменталь готов давайте пробовать со дна достаем кусочек сыра так вот раз супер отлично получилось сейчас я буду делать с сыром пармезан и с костромским сыром фондю и с грюером то есть Грюер как основа а пармезан добавлять будем в Грюер а потом третий рецепт будет с костромским сыром этому рецепту меня научила швейцарская бабушка не моя бабушка у меня русская бабушка а швейцарская бабушка в одном из ресторанов в Швейцарии вот она делала именно так масло, чеснок брала потом вино все вот это вот в этой последовательности нужно делать а не как попало как пошел запах чеснока такой мягкий еще не горел и мы потихонечку начинаем выливать вино туда не перегревайте не перегревайте ни в коем случае не перегревайте бывает так что запаришься перегреешь как только нагреваем вино можно чуть-чуть прибавить прибавить огонь чем хорошо на плите делать тем что можно раз прибавил чуть-чуть раз убавил раз прогрел и так далее постепенно берем вот это вот ликер кирш еще раз ложку крахмала раз сюда и разводим как только там все нагрелось вино вот так раз пусть выпарится можно чуть-чуть на мелком огне чтобы подвыпарился спирт подвыпарился в первом рецепте у нас прямо чувствуется запах вина сейчас я передержу подольше чтобы спирт немножко подвыпарился и здесь тоже попрогреваю чуть-чуть чтобы ну как бы алкоголь поулетучился и сюда половинку вторую треть лимонного сока сюда выливаем теперь закладываем основу грамм 200 гриера вот так раз и начинаем перемешивание грамм 200 пармезана примерно 50 на 50 достаточно пармезан твердый сыр ну вот давайте вот только чуть-чуть перца также дробленого и сразу же мускатный орех ну что пора заливать крахмал и кирш в состав вводить раз ну чем отличаются вот я сразу могу сказать чем отличаются фондю с пармезаном от фондю с эменталем зернистый пармезан более зернистый потому что эменталь мягкий этот жесткий жестче сыр поэтому вот на внешне пока вот вкусовые качества не знаю а внешне пока вот он зернистый ничего сейчас разойдется ну что почти все готово сейчас я даже не буду нести на стол прямо здесь попробуем как это у нас получилось он более густой в первом рецепте у нас масло как бы выделилось потому что были мягкие сыры здесь масло не так выделяется разница конечно большая и вот смотрите больше сыра на на кусочки хлеба получается соответственно и надо его очень аккуратно есть потому что он дольше остывает можно так сжечь себе все что мама не горит будет фондю гривер с пармезаном вообще вещь вкус более концентрированный сразу могу сказать вот вроде то же самое но вкус концентрированный солить не надо ни в коем случае есть пармезаном очень соленый здесь за счет того что мы вино подольше подержали на плите меньше запах вина чем в том или пармезан может быть как то лучше сочетается что ли свином ну вот и третий выпуск программы посвященную швейцарскому национальному блюду фондю выкладываем масло сливочное и чеснок точно так же медленно растапливаем чтобы чеснок отдал в масло свои ароматы все запах чеснока пошел значит он пошел не только в воздух но и естественно в масло добавляем 250 грамм белого вина и на маленьком маленьком огне не надо доводить до кипения чтобы оно чтобы он так прогрелся прогрелось вино поженивался всеми вкусами так заливаем лимонный сок так тоже прогреваем все прогреваем все но не кипятим кипятить не надо стенки стенки шипят но все содержимое не кипит ни в коем случае добавлять будем красный острый перец я вот его так вот растолку разомну теперь я вот так сделаю смотрите чтобы не делать кирш столовую ложку крахмала сюда перекладываю и перемешиваю вот так раз с гривером просто беру перемешал вот так вот все теперь он не свернется не скомкуется а он достанет видите такой вариант все и теперь я начинаю выкладывать его сюда вообще почти мгновенно то есть получается раз надо делать потише огонь и выкладываю сюда 200 грамм сыра костромского здесь у меня было 300 натерто но я 200 выкладываю не надо больше иначе получится каша такая что потом не разгребем красного так как он злючий ужасно красного прямо чуть-чуть кидаю прямо вот чуть-чуть он так-то маленький там так-то каенский можно но я вот кидаю его прямо совсем чуть-чуть я не любитель вот и вот дробленого побольше можно кинуть посмотрите вот это дробленый значит и сразу же я мускатный орех раз и продолжаем помешивать продолжаем не останавливаемся то есть как только мы добились такого тотального кипения минут пять активно помешиваем и потихонечку начинаем убавлять совсем если разные комфорки то надо сначала я на большой чтобы пламя пламя было как можно лучше охватывало ковшичек а потом когда уже пошло такое кипение общее нужно на самый маленький огонь переставляю самую маленькую комфорку и делаю там самый маленький этот уровень и все и вот он начинает просто булькать и все отлично знаете вот три три рецепта и все три разные несмотря на то что все ингредиенты практически одинаковые но за счет присутствия разных сыров и менталь я напомню пармезан и костромской сыр все три получились даже внешне разные и по густоте и по визуально даже они отличаются сильно ну вот готов наш третий рецепт все сделалось все кипит все булькает спокойно ничего не подгорело слава богу все вот прямо отличная такая давайте пробовать фондю из грюйера и костромского сыра очень вкусно очень вкусно очень вкусно я бы поставил первое место как ни странно третьему рецепту если бы там не было чили мне он показался более мягкий такой сливочный ну такой как бы мягкий сказать более спокойный что ли меньше вкуса но за счет того что там появилось чили я его отодвигаю на второе место а на первом месте я поставлю грюйер с эмменталем это на мой взгляд это первый второе место грюйер и костромской сыр и третье место это грюйер и пармезан вот я в своем как бы рейкинге поставлю именно так так все три рецепта ну что мы правильно сделали правильно сделали наш фондю я очень доволен этим выпуском все три рецепта я опубликую в нашей первой книге том 1 энциклопедии мировой энциклопедии супов совсем скоро вы увидите ссылку на эту книгу внизу в описании большое спасибо вам за внимание оставайтесь на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии всего вам самого доброго до свидания до новых встреч